Любить свою малую родину – это не только жить ее настоящим, мечтать о будущем, но и знать ее древнейшую историю. Известный в Луганской области историк, доктор исторических наук Александр Набока, представил нашей радиостанции ряд исторических публикаций, которые заполняют белые пятна на карте истории нашей Земли. Шипиловка. Летняя ставка. Золото-Ордынский ханов. В Попаснянском районе Луганской области, в долине Огромной Балки, на правом берегу Северского Донца раскинулось живописное село Шипиловка. Поселок сей живет обычной для подобных селений Луганщина жизнью. Работает несколько небольших частных магазинчиков, функционирует сельский клуб, начальная школа, библиотека, почтовое отделение. На берегу реки находится турбаза. Жители могут добраться на автобусе до поселка городского типа Приволи. Ничего примечательного, кроме дарованной природы красоты, в селе и нет. Но это только кажущаяся видимость, ибо поселок имеет богатую историю, достойную великого города. Как и во многих селениях региона, в Шипиловке находят археологические остатки древних скотоводческих культур. Оно и неудивительно. Открытые степным ветром кочевники тяготили глубоким балкам, на дне которых часто били родники с чистейшей питьевой водой. Однако местом, где сегодня стоит селение, в свое время заинтересовались не только простые чабаны-кочевники, а и могущественные ханы, правители одного из мощнейших государств средневековья – Золотой Орды. В XIV веке, за 400 лет до основания Шипиловки, на ее территории находилась летняя ставка золотоордынского хана Абдуллах-хана. Еще в 60-х годах прошлого века жители села то тут, то там находили необычные монеты. Обнаружить старинную монету в селе, например, с 200-летней историей, неудивительно. По себе, помню, бывает, убираешь картошку по осени, и вместе с ней выкапываешь на свет божий потемневший от времени маленький диск с изображением двуглавого царского орла. Но шипиловские монеты были куда более необычны. Вместо привычных цифр и византийских птиц на них проявлялась дивная арабская вязь, а иногда едва заметное изображение рыси или барса. Находили и остатки конской сбруи, и кусочки нехитрых женских украшений. А однажды колхозному кузнецу местный мужик принес остаток древнего меча, покрытого золотой фольгой. Хозяин находки тогда попросил железный дел мастера содрать и переплавить по золоту, чтобы продать ее на черном рынке. В конце концов, селение, источник загадочной драгоценности, заинтересовал археологов. И в 2012 году, после изучения найденного археологического материала, они пришли к выводу, что в Шипиловке находилась летняя резиденция Ордынского хана. Основанием для столь важных утверждений послужили найденные остатки приспособлений, при помощи которых чеканилась монета. Таким образом, если непосредственно монеты могли принадлежать кому угодно, то механическое устройство для их производства могло быть собственностью только высшей власти. По арабской вязи на денежных знаках была установлена и хронология. XIV век – время, когда ранее языческая золотая Орда приняла ислам. Как известно, данная религия очень негативно относится к любым изображениям, считая их проявлением идолопоклонства. Как следствие, все денежные символы заменялись на буквы арабского алфавита. Лишь на некоторых монетах, вероятно более давних, сохранялись изображения хищных животных из семейства кошачьих. Более подробные исследования позволили прийти к выводу, что ордынская ставка была устроена по приказу Абдуллах-хана. На одной из монет было прочитано его имя и год чеканки – 1363. Как известно, даже представитель правящей в Орде династии – это дитя степного простора. Он предпочитал не стоять на месте, а большую часть времени кочевал вместе со своим двором и гаремом, время от времени останавливаясь в тех или иных понравившихся ему местах. Посреди кочевого поселка ставился пышный шатер, в котором жил правитель. Далее на расстоянии броска камня располагались временные жилища его приближенных. Никаких капитальных сооружений в силу временности пребывания не строили. Этим обуславливается тот факт, что летнюю столицу Золотой Орды удалось найти практически случайно. Снял шатры и уже мало что свидетельствует о том, что здесь стоял важный политический центр. Главным упомянутым артефактом были монеты, поскольку, как известно, там, где власть, там и богатство. Тем более, что Орда, как могла, поощряла международную торговлю, и купцы были желанными гостями в ее временных центрах, где бы те ни находились. За время изучения стоянки было найдено более трех тысяч монет, каждая двадцатая из которых была серебряной. К тому времени Золотая Орда уже вступила в полосу медленного увядания, а Абдуллах хан не был самым выдающимся правителем. Скорее, он был даже не великим ханом, а марионеткой в руках более значительной и могущественной личности. Речь идет о знаменитом правителе над правителями Беглярбеке Мамая. Будучи по происхождению из простого рода, но возвысившись, Мамай нуждался в дополнительной легитимности своей власти. Именно поэтому в 1361 году он провозгласил правителем наследника Чингисхана Абдуллаха, по сути, правя от его имени. Новый номинальный хан правил землями Ак-Орды, части общего Золото-Ордынского государства с центром в Крыму. Даже будучи слабым правителем, Абдуллах хан все-таки пытался остаться в истории как полководец. Всю свою короткую жизнь он постоянно воевал за власть со своими родственниками, а в 1362 году попытался остановить продвижение растущего великого княжества литовского на украинские земли. В 60-х годах XIV века литовское влияние уже чувствовалось около границ монгольской великой степи. Абдуллах хан больше не желал терпеть такого нахальства, собрал войско и пошел на литовского князя Олгерда походом. Карательная затея хана-неудачника, однако, провалилась. Литовские воины, вооруженные новейшими в то время арбалетами, наголову разбили Абдуллаха в битве у Синих вод. Украинские земли в киево-русских границах, наконец, освободились от монголо-татарского ига и начался новый этап их истории. Данная программа выпущена в рамках реализации мини-инициативы по социальному сплочению при поддержке программы развития ООН. Проект «Восстановление и примирение в охваченных конфликтах громадах Украины» реализуется при поддержке правительства Швеции и Швейцарской конфедерации. Продолжение следует...